Владимир Ивашин, 17 лет, видно. В этом году я окончил школу. Поступить в ВУЗ не удалось, работу найти не могу. Желание учиться и работать есть. Посоветуйте, как поступить. Если гражданин никогда не работал, как вы говорите, после школы, то он считается впервые ищущий работу. Он приходит в Центр занятий с паспортом, с документом об образовании, с НИЛС и вверх книжка. Выдаются направления, подыскивается ему подходящая работа. Кроме этого, после признания безработного, по желанию безработного, мы можем направить его на курсы, получить специальность за счет государства. Анатолий Конышев, 40 лет, видно. Не могу записаться к стоматологу. Слышал, что запись производится через интернет, но свободных талонов в наличии нет. Проверял неделю назад и вчера. Как правильно взять талон? Что делать, если боль острая? У нас в поликлинике существует запись через интернет. Запись открывается на месяц вперед и каждый день в течение двух недель. То есть, чтобы попасть к врачу, конечно, нужно каждый день мониторить, если именно... Либо к определенному доктору пациенты записываются. То есть, в день, если вы видите, что запись закрыта, можно на следующий день. То есть, постоянно надо мониторить. Поэтому, если человек идет с острой болью, прием вне очереди. Елена Васильева, 31 год, видно. Мой ребенок хотел бы заниматься театральным искусством, принимать участие в самодеятельности. Есть ли в Видном подходящая детская студия и бесплатно ли занятия? В сентябре этого года у нас была открыта детская театральная студия. Уже сделан первый набор. Сейчас занимаются ребятки порядка 25 человек. Это школьники. Совсем с маленькими мы пока не дружим. Мы стараемся набирать школьников с 1 по 11 класс. Ребята, которые приходят, соответственно, должны прийти с родителями. Родители заполняют анкету. Занятия совершенно бесплатные. Но желательно, чтобы ребенок что-то подготовил. Стихотворение, возможно, прозу, чтобы он как-то себя проявил и показал. И мы будем знать, над чем дальше работать. Наталья Палкина, 59 лет. Расторгуева. Я потеряла социальную карту. Не знаю, при каких обстоятельствах. Подскажите, что делать? При утере или поломке социальной карты можно обратиться в Ленинское управление социальной защиты населения, а также в МФЦ по адресу. Они рядом с нами находятся, школьный дом 77, с заявлением. Ну, так как социальная карта жителей Московской области является собственностью субъекта Российской Федерации, это значит Московской области, за ее повторное изготовление взимается такая плата в размере 40 рублей 50 копеек. На период изготовления новой карты даем время на социальный проездной билет, а время изготовления где-то месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова